Бессмертность Бессмертность Он не просто не из пещеры выходил Он вообще в том мире живет где-то И к нам зашел рассказать что же там на самом деле Вообще за пределами нашего мира Сегодня ты нам расскажешь о В мире варгеймов настоящих Мужских Не детский сад, а настоящих Давай я конечно готов Вникать Сначала надо рассказать Что существуют 2 школы варгеймов Одна английская Одна американская Названия достаточно абстрактные Они не отражают на самом деле, где они находятся Потому что, например, те же Private Airpress, которые выпускает английскую школу варгеймов Она американская компания Но есть вот такие основные деления Чем они отличаются? Английские варгеймы – это как раз то, что есть у ГВ Линейки, минечки, покрасил, поставил Стреляешь, кубики и так далее А американская школа варгеймов – это гексовые поля Каунтеры или блоки Ну, смотря кому что нравится И гораздо более проработанное правило Гораздо больше опор именно на историчность происходящего То есть, я знаю, вы там всякие Flames of War Bolt Action называете историчкой По сравнению с этим, это не историчка, это фэнтези Я читал правила Flames of War Я читал правила Bolt Action Это достаточно абстрактное представление, что происходило на полях Второй мировой войны На самом деле Особенно смешно, когда вот те же правила Flames of War С небольшими изменениями там пихают на Вьетнам Пихают на Первую мировую Пихают сейчас уже на Третью мировую и так далее И вот если, так сказать, английская школа варгеймов там, говорят, пошла от маленьких войн То американская школа варгеймов, она пошла от такого человека, как Чарльз Робертс Он считается создателем первого коммерческого варгейма под названием Tactics Варгейм Tactics, он вышел в 50-х годах И представлял собой достаточно абстрактное сражение между двумя армией Там красная и синяя Еще не было гексового поля Было поле поделено на квадраты И вот на этом квадратном поле столкнулись две армии И спор между ними решался через таблицы боя Были определены таблицы боя, в которых кидались кубики и смотрели результаты Вот И этот варгейм был настолько успешен, что он его переиздает в 58-м году И делает контору, Авалон Хилл создает Авалон Хилл это первая крупная контора, которая как раз занималась варгеймом То есть у нее были не только варгеймы, у нее были и сторонние игры К примеру, наверное, ты знаешь о настольной игре Дюна Вот Это вот Дюна тоже один из объектов, который производился во время Авалон Хилл Позже создалась фирма SPI Фирма SPI полностью сосредоточилась на варгеймах Если Авалон Хилл выпускал буквально один-два варгейма в год То SPI штамповала одни варгеймы Вот Из таких известных варгеймов можно сказать, что Panzergug Guderian Это варгейм про Смоленское сражение 1941 года Именно про действия второй танковой группы Guderian До сих пор хорошо играется Ну, как вы представляете, это на гексом Давайте я сейчас покажу, чтобы вы представляли, что это такое Вот это вот Path of Glory, я о нем несколько позже расскажу Здесь Ну, вот это обычная для варгейма Для варгейма таблица боя Но они тут простые А ты можешь для нас вкратце, в принципе, как таблица работает? Вкратце, но... Для нас, для дебилов Давай я открою, вот где действительно все На таблицах Это вот эта вот штука Panzergus Вообще, вот в эту штуку, по-моему, в России играют человек пять Поняли градусы сегодня с ней, наша программа Вот, вот это вот каунтеры То есть здесь это вот административное Юниты обозначаются вот такими вот танчиками Вот это миньки В крутых варгеймах это миньки Ничего не нужно красить, клеить, все за вас уже припейн То есть тут каунтеры вообще нужны для отображения самого юнита Его характеристика, но в Panzergus настолько строго, что тут практически характеристик нет Так как все характеристики выделены вот на такие карты То есть вот это вот характеристики оружия Вот это вот характеристики брони То есть в Warhammer сколько там углов брони? Три, по-моему? Боковая одинаковая, поэтому фронт, это самое, сайд и бэк, все Вот здесь 32 угла брони То есть это уровень снаряда, броня башни, броня корпуса Различается броня вверх, броня низа и так далее Вот это характеристики оружия, это характеристики самого танка Вот это вот один юнит Теперь таблицы боя Вот это вот половина таблиц боя данной игры Как таблицы боя работают? Вот, например, вот все, что отмечено зелененьким Это таблицы боя для бронебойного оружия Мы... А что ты, АП-Хит? Ага То есть вот это вот модификаторы к АП-Хит Это вот основная таблица вычисления Здесь все происходит на двух десятигранниках Но вообще два десятигранника делают стогранник Поэтому тут без разницы Можно сказать, на одном броске стогранника проходит все Здесь смотрим АП-Хит То есть вначале у каждого... Ну, это уже конкретно про панцир я и рассказываю Вот Но если вот сказать, как они вообще работают То есть у каждого оружия есть своя дистанция Их тут пять дистанций Мы смотрим с пересечения Ну, вначале строчка ноль Если никаких модификаторов нет Потом к этому прибавляются вот эти вот модификаторы Это все смещается куда-то Кидаем Если в этом числе, значит попали То есть если равно или меньше Потом определяем место попадания И если для скорострельного оружия Определяем количество попаданий Вот То есть тут для бросков, в принципе, надо делать мало То есть буквально там один-два броска Один бросок попал-не попал Второй бросок куда попал Ну, еще есть бросок на качество снаряда Вот тут Вот То есть бросков немного Но именно вычислений много Поэтому вот Несмотря на то, что на обычной партии в панцирах Там проходит буквально, ну, часа три, наверное Это вот Если Небольшая такая, большие Там, конечно, проходят дольше Но после этого Башка забита полностью И Играть в что-то еще больше не хочется То есть я думал, что вот у этого Сложные вычисления Там тоннаж надо знать, когда падаешь Там Не-не-не-не Вот Вот Блин Где моя Что это? Аonym Вот это вот Что вот называется Настоящий варгейм для суровых бородатых мужиков Еще из Вот это вот Я рассказал про панцер Это вот варгейм 79-го года Но это Переиздание его 12-го года Есть еще Такой тоже считающийся Если вот Панцер сосредоточен именно на Танковых сражениях Второй мировой войны, то есть Wargame, который сосредоточен на пехотных сражениях Второй мировой войны. Это называется Asail. Его тоже выпускал в свое время Avalon Hill. Потом его, после того, как Avalon Hill купил Hasbro, теперь этот Wargame выпускает MMP. А у них появились Panzer, Barbi там. Шутили недавно. Они начали выпускать их с Alley's. Ну, знаешь, что-то типа риска, только с Минками Второй мировой. И еще подобную хрень какую-то. Я уже даже не смотрел на это. В принципе, не испортилось ничего про Баку. Ну, с сурового Аргемика они больше не делают. Я понял. Вот. Asail впервые выпущен в 85 году. Это переработанное правило. Это считается там, так сказать, переработанными правилами Asail. То есть, Asail – это Advanced Squad Leader, Asail – это Squad Leader. Именно оно строится на действиях пехотного отделения во время Второй мировой войны. То есть, там один вот такой квадратик равен пехотному отделению. Вот. И сейчас вот к одному Asail существует около, там, более 300 коробок. Есть базовая коробка стартерная, есть к ней рулбук и есть такие стартер-киты для начинающих. Их где-то три, по-моему, и к ним дополнение. И кучу модификаций. То есть, данная серия, она отображает все, начиная от основных сторон конфликта, там, Америка, США, Советский Союз, и Канчейн, там, Финляндии, Румынии и всеми малыми там союзниками. А также, вот, как вообще Wargame развивались, ты, наверное, знаешь такого парня, как Стив Джексон. Да, который сделал великую игру Манчикин. Все знают этого парня. Вот. А начинал он именно с Wargame. Он свое выпустил знаменитый Wargame Ogre в 1977 году. Это был достаточно лайтовый Wargame, но он впервые показал такую вещь, когда один такой большой, сильный, против кучи маленьких и слабых. Вот. И он был достаточно простым, но все равно вошел в такие самые знаменитые Wargame. Вообще, расцвет всего Wargamerства, вот, сурово, пришелся на 70-е годы на Америку. Тогда выпускались многие журналы, как знаменитый журнал «Стратегия и тактика». Я думаю, многие из наших зрителей не то, что там, еще родители их, мамы тоже не родились. Так вот, «Стратегия и тактика» это был журнал, который выпускался SPI. Вот. «Simulation Publication NNC». Вот. «Incorporated». Этот журнал был интересен тем, что в нем были Wargamer. То есть, ты покупаешь журнал, там есть всякие исторические справки, новый там сценарий для старых Wargamer и какой-то один новый Wargame. Угу. Причем этот журнал выпускается и сейчас, это его, так сказать, он называется так же, но это уже его, так, новые поставки. То есть, он какое-то время не выпускался. Вот. И он считался одной из самых таких главных журналов, вот, как раз в те вот 70-е, в начале 80-х годов. Но, вообще, SPI руководил такой человек, как Джим Даннингдан. Да, Даннингдан. Это создатель одной из тоже танковых Wargamer Panzer Blitz 70-го года. И он как раз руководил всем. Он придумал новые игры, он был их менеджером и так далее. Но, в итоге, выяснилось, что, несмотря на крупные продажи фирмы SPI и несмотря на кучу подписчиков, там, у того же журнал «Стратегия и тактика» было где-то, там, 20 или 30 тысяч, там, годовых подписчиков. Они работают себе в убыток. У них совершенно не было нормального менеджмента, нормального распространения. И они с каждой, они все коробки продавали себе в убыток. То есть, там, они продавали коробку за 6 баксов, а за эти 6 баксов можно только вот саму картонку сделать, а уже наполнение, оно гораздо дороже стоит. И, в итоге, несмотря на то, что он был достаточно известным создателем Wargamer, его, в итоге, уволили как неподходящего менеджера. И забрали других. Но, несмотря на все это, SPI, она все же обанкротилась. И была выкуплена компанией TSR. TSR – это вот эти самые, которые около Dungeons & Dragons? Ну, что-то типа такого, да. И TSR совершенно стало по-другому их распространить. Во-первых, оно отказало всем годовым подписчикам стратегии и тактики в их журнале. И сказал – подписывайтесь заново, ребята. Вот. Естественно, такой наглости никто не мог вынести, и половина там от них сразу откололась. Вот. Дальше они… У них вообще, у SPI было очень плохое качество. То есть, вот это вот – это замечательное качество для Wargamer. А первые Wargamer они выпускались на черно-белой бумаге. Там только каунтер надо было вырезать самому. И клеить самому. И все поля были тоже черно-белые. И ты по ним водил свои танчики. Ну, это было для настоящих мужиков второго. Ну, понятно, да. Вот. И после вот этих действий SPI обанкротилась, и, ну, все, от нее Wargamer мы уже не дождемся. Поэтому 80-е годы считаются таким провалом среди Wargamer. И новых сильных наименований выходили только в начале этого года. В начале этого года, например, вышел такой Wargame, как Upfront. Это вот тот же, примерно, можно сказать, то же самое, что и Squad Leader, только она не с каунтерами, а с картами. То есть это такой карточный Wargame. Вообще они бывают, кроме каунтерных, есть еще и блочные, которые используют вместо этих квадратиков деревянные блоки с наклейками. Угу. И есть карточные. То есть там уже все вот как мальчики с карточками, тот же вот этот с карточками без поля. И все используют действия вот на этих картах. И вот такие вот 90-е годы вышли большим провалом. И только вот сейчас, ну, уже вот последние десятилетия, в 2000-е годы, более-менее эта сфера начала развиваться. Ну, естественно, таких продаж, как раньше, когда там коробки продавались по 200 тысяч экземпляров, они, естественно, сейчас не дают. Сейчас все продажи гораздо меньшего уровня. Ну, я думаю, очень много людей ушло на компьютерные, где примерно тоже надо какие-то абстрактные квадратики передвигать, но при этом математику считают за тебя. Понимаешь, здесь компьютерные Wargame, они никогда не могут достичь той точности, как настольные Wargame. Почему? В компьютерном Wargame есть, к примеру, Wargame... Вылетел из главы, неважно. Они не могут достичь той точности. То есть, если в этих Wargame ты видишь перед тобой все таблицы боя, все характеристики и так далее, и ты представляешь, как действуют все эти юниты, то вот в том же Armageddon, который ты обозревал, ты не знаешь, как все вот это вот происходит. А здесь ты все знаешь, здесь у тебя все перед глазами. И есть варианты, когда именно Wargame с такого вида производились в компьютерной практически без переработки, но они все равно достаточно тяжеловесные. Там все равно надо знать именно основные правила, чтобы понимать, как это все работает. Есть, допустим, вот тут Локтонлоудник, есть его компьютерная версия, называется Герой Сталинграда. Она как раз той же фирмы выпускает, что и Armageddon. Но мне было в него играть тяжеловесно, а в этот я могу спокойно играть. Это еще не самое сложное, кстати, что есть. Вот. И вот есть такая просто фирма Matrix Games. Вот она выпускает именно компьютерные версии суровых Wargame. Вот. Сейчас из известных вот таких самых контор существует GMT. Это вот самая известная, самая большая контора. Она выпускает большинство Wargame. Вот. Которые вот Path of Glory, это вот от GMT. Panzer, который я показывал, это вот тоже от GMT. Плюс, наверное, ты слышал о серии Commons and Colors. Борга. Не слышал? Ну вот это такой самый лайтовый вариант. Там, ну, он считается, он вообще идет как блочный, но там блоки можно чем угодно заменить. Хоть с салфетками. Вот. И самый такой лайтовый Wargame, но продажа у него уже, по-моему, пятая или шестая допечатка идет. Я так точно не могу сказать. Вот. И вот это вот самый крупный фирм. Дальше идет MMP. MMP, она выпускает как раз, вот, продолжает выпускать Advanced Squad Leader. Плюс она выпускает такую серию, как Operation Combat Series. На ней, думаю, надо подробнее остановиться. Это Operation Combat Series. Это Wargame оперативного уровня. Тоже посвящен Второй мировой войне, но там уже все происходит на огромных картах. Он проделён на гексы. И там гораздо крупнее части. То есть, ты там рулишь фронтами. И он может происходить там до нескольких дней реального времени. Одна партия может происходить. То есть, это глобальная такая вещь, для которой нужен большой стол. Которому нужно много времени. И нужно уволиться с работы, расстаться с женой, чтобы во все это играть. Вот. Дальше, также крупная фирма, это Avalanche Press. Avalanche Press, в основном, выпускает один Wargame. Это Panzer Benadir. Panzer Benadir это Wargame взводного уровня. То есть, один каунтер равен взводу, взводу пехоты, взводу танков и так далее. Который, он не очень сложный, но достаточно хорошо отображает действия во время Второй мировой войны. Плюс, у них есть про Корейскую войну и, по-моему, про Испанию. Но я могу ошибаться. Вроде про Испанию есть. Уже, по-моему, четвёртая редакция выходит. Поэтому Wargame достаточно популярный. Печатается с 1999 года. Дальше, есть такая фирма, как Decision Games. Которая выпускает старые игры от SPI. Она их перевыпускает на новом качестве и также продолжает выпускать современный журнал «Стратегия и тактика». И считается таким наследником SPI. Так что продолжает его дело. И последнее упомяну мою любимую фирму. Это производитель вот этого всего. И вот этого вот. Это Locked and Loaded Publishing. Locked and Loaded Publishing выпускает такие симпатичные, можно сказать, на вид вещи. И достаточно такие простенькие, есть среднего уровня правил. Но я о всём этом поподробнее расскажу. Теперь, тут надо ещё сказать о истории вот таких каунтерных Wargames в России. Потому что если там о наших суровых миниатюрных игр типа «Звезды», «Технологи» более-менее, вот, я думаю, есть какое-то представление. То вот, например, о конторах, которые выпускали такие Wargames, представлений мало. Во-первых, у нас где-то в начале 2000-х годов то ли технолог, то ли какая-то полиграф, что ли фирма выпускала Wargames Сталинград. Была такая же вот коробка, толстенькая. И там были не каунтеры, а что-то типа блоков, которые надо вырезать и склеить. И рассказывал о всей битве под Сталинградом. Возможно, в этой серии, это вообще планировала серия, возможно, есть и другие игры, но я о них не знаю. Там вроде планировалась «Курская дуга», вроде планировался «Штурм Берлина», но вышли они или нет, я не знаю. Потому что хотя по Сталинграду есть обзоры в интернете один, который я нашел. Дальше была фирма «Статус Белли». «Статус Белли» существовала с 2010 по 2012 год и отличалась тем, что это единственная фирма, которая выпускала такие серьезные Wargames на русском языке. И переиздавала некоторые известные зарубежные экземпляры. Вот, она выпустила известный, так сказать, в настольных именно кругах Wargame «Курская дуга», «Огненная дуга», посвященный операции на южном фасе «Курского выступа». Но так как у него было некоторое плохое позиционирование, Топилин, наверное, знаешь такого парня? Не знаешь? Но это такой известный настольный блогер. А, что-то такое, да. Вот. Они ему отправили, в общем, эту игру. А этот Топилин ничего сложнее. Ну, из Wargames знает только Мимаир. Ты, наверное, знаешь Мимаир, да? Мимаир, это вообще даже не Wargame. Это так. Солдатик подвигал, кубик кинул. Все. Но ему это очень нравилось. Ему кинули вот «Огненную дугу». А в «Огненную дуге» одна расстановка занимает часа два. А один ход часа полтора. И, естественно, у него в обзоре было, после того, как я разложил все это, и сделал половину хода, мне вот играть больше не хотелось, мы все это выкинули. В общем, вот весь его обзорвал. И именно из-за такого плохого пенсионера игра не пошла. У меня она есть, но даже мне в нее играть достаточно тяжеловато. Но, кроме этого, у нее были достаточно простые игры, посвященные русской военной истории. Это Куликовская битва, Полтава, Бородинское сражение. Они были простенькие, продавались, по-моему, в газетный киоск за 300-500 рублей. Один-два сценария, и позволяет понять, что такое вообще Wargame с каунтерами. Но они тоже не пошли. И, в итоге, они еще закупили один очень известный японский Wargame оборонно-портатура. Его все-таки сумели выпустить. Даже закупили продолжение. Ну, продолжение тоже в одной и той же системе про Сталинград. Но после этого в 2012 году загнулись. И больше в России те, кто выпускает такие Wargame именно на русском языке, их нет. Теперь, мне кажется, надо рассказать о известных играх. О самых таких, выдающихся на данный момент. Вот у меня, например, есть Path of Glory. Да, тут надо оговорить сразу, что Каунтерные Wargame это очень обширное понятие. Это даже обширнее, чем если бы я рассказывал о том, что такое Wargame с миниатюрами. То есть, если Wargame с миниатюрами, ну, мы там, все знаем. Вармашины, Warhammer, Infinity, Mercos и так далее. То названий для суровых Wargame их еще больше. Потому что они там выпускают с 50-х годов. И даже вот я не имею представления о, наверное, подавляющем количестве из них. Поэтому я расскажу, вот, тем более, все поклонники, они, в основном, делятся по периодам. То есть, кому-то нравится Наполеоника, те покупают Wargame, например, от Victory Point Games, у которых есть достаточно простая Наполеоника, или другие игры. Тем, кому нравятся воины античности, они, наверное, лучше знают про античности. И меня интересуют воины 20-го века, там, от Первой мировой войны по современности. Вот, поэтому я больше разбираюсь в этом и расскажу про это. Но для начала, вот, чтобы сделать такую зарисовку, я расскажу вообще, что вот я знаю о Wargame'ах по более дальним эпохам. По эпохе античности, вот, кроме упоминающихся Борг, ну, Борг – это очень спорный человек. Вот, Борг – это тот, кто-то мемуары сделал. Очень спорный человек. Потому что вот, если про мемуары все сходят на том, что это не Wargame, то вот у него есть серия «Античность» и серия Наполеоника, выпускаемая ГМТ. Некоторые считают это, что это, вот, есть Wargame лайтовый, простой для новичков, но Wargame. Вот, кроме вот этой серии, есть серия GBH – Great Battles of History. Эта серия выпускается фирмой GMT 1991 года и представляет собой все сражения именно на тему античности. Там Александр Македонский, Войны Рима и так далее. Этот, он был достаточно сложным для понимания, поэтому выпустили Simple GBQ, GBH. Вот, для именно… вот его выпустили в 2000 году, и там, если у полных, так сказать, правил, время одной партии там 4 часа, то у простого это уже до полтора часа доходит. Поэтому у него в это играть все можно. Ну, то есть, как простую настолочку какую-то, за Манчкину сыграть. Ну, если учесть это таблицу, это примерно, да. Вот. У автора этого варгейма Берг. Не Борг, а Берг. Вот. Также у Берга есть серия по средневековью. Она называется Man of Iron. Серия небольшая, сейчас на данный момент три игры. Это вот Man of Iron, Infidel про крестовые походы, и Blood and Roses на тему Войны Алой и Белой Розы в Англии. Серия интересная, но большой вопрос к тем, что ее сейчас трудно достать. Вот, к примеру, Infidel на тем же Нобел Найте стоит коробка где-то 150 баксов. Хотя в начале она стоила 40. Ну, и, естественно, там в этой коробке кучи меньших нет. Там есть два листа картона с каунтерами и поле. И все. Вот. Но серия именно по средневековью, она достаточно хорошо отражает сражения той эпохи. Дальше есть мушкеты Pico. Это уже про новое время и тоже выпускается фирма GMT и тоже достаточно большие расширения. Это вот что касается не моей специализированной эпохи, про которую я знаю мало. Теперь непосредственно про то, что я знаю. Это про Wargame Pro на 20 век. Вот Path of Glory. Path of Glory это Wargame стратегического уровня на Первую мировую войну. Первый выпуск был в 1999 году. Сейчас уже, по-моему, это мне пятый, я не помню. То ли пятый, то ли четвертый принт. Один из самых продаваемых Wargames у GMT. Здесь, ну, как всегда, тут ничего нет, кроме каунтеров, правил и так далее. То есть, вот те же, как я говорю, таблицы боя, их немного. Вот, это вот всякие спешл рула. Ну, немного, кстати, просто листочек спешл рула. Вот, и правила. Ну, вот что скажу, правила вот здесь, они, как видите, небольшие, 32 страницы. Но здесь нет обильного набития бэком этих правил. То есть, вот это мы сделали, потому что вот так и... Forging the narrative. Да, и здесь нет картинок. То есть, идет сплошной текст на английском языке. И буквально тут в каждом абзаце есть куча правил и куча исключений, которые вот все надо запомнить. То есть, с первого раза отыграть красиво партию практически ни у кого не получается. То есть, ты первый раз отыграл. Да, в начале прочитал раз три правила, потом первую партию отыграл, перечитал правил, вторую партию отыграл, перечитал правил. Ну, примерно вот так. Вот такие вот каунтеры. То есть, их надо вот все выдавить. Но обычно есть такие специальные вещи, которые отгрызают уголки у каунтеров. У меня, я специально покупал на ebay уголка ломателей, потому что делают такие хорошие скручивающиеся углы. Потому что, если вот здесь просто оторвать, они будут распушиваться и привозить. И это будет просто некрасиво. Слушай, а можешь сказать, почему они какие-то письма рисуют? То есть, это как какое-то принятое, потому что я видел уже в компьютерных версиях. Это принятое обозначение НАТО. Ага. То есть, это крестика, это пехота. Значит, это пехотная дивизия, бригада. Ну, тут смотря по размеру. Вот, например, вот это вот, это вот армия. То есть, русские армии, французские, американские и так далее. То есть, ну, свой цвет, кажется, соответственного цвета. Вообще, здесь каунтеров немного, как вы видите. Тут всего несколько, два листка. Ага. Но, тут в основном все занимает поле. Оно огромное. Я думаю, ну, сейчас как-нибудь так. Какой-то вот такой. Это, в общем, весь, вся карта Европы Первой мировой войны. И это вот, тут, как вы видите, нету гексов, есть области. Угу. И вот это вот две. Да, она у меня еще не распакованная. Две колоды карт. Одна для союзников, одна для центральных держав. Это вот, так называемый, на карточном движке в армии. А одна партия проходит около восьми часов. То есть, это на целый день. Вот, вы вдвоем сели, позавтракали и на весь выходной только сидите и в это играете. Поэтому вот в такие именно вещи достаточно люди проводят мало партий. Ну, и тем более здесь очень много обильных исключений в правилах. И именно вот поэтому, чтобы красиво отыграть, нужно их просто на зубок знать. Или постоянно заглядывать в книжку, что тоже увеличивает время на партию. Это вот, что касается, ну, это вот такой самый большой вещь стратегического уровня. Вот, как я уже говорил. Вот, где там пантер? Вот, тоже... Если PFA Glory, это достаточно такая именитая вещь, которую даже у нас в России, ну, наверное, человек десять можно найти, который играл. Даже, может, двадцать. То вот в пантер, по-моему, играет человек пять. Вот, но... Плюс пантера в том, что... Вот это вот... Правила, они у меня читаны, перечитаны. Хрен, нет, сколько раз. А здесь правила, они трехуровнями. Есть самые простые правила, там буквально кубик кинул, фишку двинул. Но, может, они кому-то могут показаться сложными, но мне по ним вообще было неинтересно играть. Вот это базовое правило. Потом есть продвинутые правила уже, которые включают в себя градус попадания снаряда в броню, тип снаряда и так далее. А есть вот самые... Это вот для самых таких жестких опциональные правила. Там включает... Вот, если у вас там просто подавлен, и все, он бежит до свидания. Как-то примерно так. То здесь есть несколько вариантов подавления, несколько вариантов подбития и так далее. Так что, вот, если играть именно по опциональным правилам, там особенно какой-нибудь большой сценарий. То есть, здесь есть вот один каунтер. Где он тут? Вот этот один каунтер. Равен одному танчику. И поэтому в процессе сценарий, там 10 на 10 танков, ну вот где-то полтора часа проходит. А если мы берем большой, где уже действуют на уровне роты с поддержкой, артиллерии, авиации и так далее. Там уже все 6 часов провести над этим сценарием. Разглядывайте замечательные таблицы. Само поле здесь даже не картонное. Вот оно, стандартное поле. Вот такое. Ну, да. Это вот поле из базового набора. Его, кстати, скоро переиздадут. Поэтому, если я его брал за дорого и на Украине, его можно будет взять за дешево и где-нибудь поближе. Может, в соседний магазин ваш зависит, я не знаю. Вот. И вот именно здесь вот вся партия происходит. Если, опять же, у вас там сколько? Две таблицы, по-моему. Один на попадание. Тухитун. Да. Стрельба и... Как сказать, сколько? Да. То вот здесь, естественно, таблица. Вот это вот таблица местности. Оно включает в себя, опять же, может ли застрять, может ли укрыть, что проходимо, что не проходимо, какой дает ковер, какое перекрытие, какие эффекты и так далее. Вот это вот... Тут две отдельные таблицы. Это для бронебойных снарядов. Вот это вот все идет. И это вот все идет для JP Fire, то есть для стрелкового огня. Тут есть, по-моему, три варианта ближнего боя. Когда идет танк на пехоту, когда пехота на пехоту, пехота на танк. У всех разные модификаторы. То есть вот они. Hand to Hand, это ХТХ. Close Combat и так далее. Таблица вызывания огня. Таблица вот этого морали и опыта юнита. То есть тут этих именно... Но это только половина, кстати, да. Там второй такой же листок есть, я уж его не буду доставать. То есть здесь все именно имеет значение там буквально до миллиметра. И именно поэтому вот как раз любители такие истории, они в основном в такие вещи играют. А Flames of War это вот для школьников где-то так. У меня вопрос. Да. А есть ли серьезные варгеймы, происходящие в будущем? Есть. Есть на... В свое время ГВ выпускало такие же серьезные варгеймы, но они лайтовые были, потому что понятно, рассчитано на неподготовленную аудиторию. Их было три штуки. В 1992 году выпускалась битва за Армагеддон. Там орки против Империума. Ну понятно. Вот. И тоже поле, но оно расчешено было не на Гекс, а на территории. И ввело сражение за эти территории. Плюс к нему вышло дополнение. Хаос Атакс. Ну понятно, что добавляет силы хаоса. Этот, кстати, варгейм есть сейчас в свободном доступе. Его можно бесплатно скачать и посмотреть. Хороший путь. Начало пути. Вот. Второй серьезный варгейм, который она выпускала, это Хорус Хереси. Не та Хорус Хереси, которая есть сейчас у FFG. Это переизданный и облегченный вариант. А хорошая Хорус Хереси, где есть таблицы боя, где есть каунтеры, где те же поля. Но вот тоже это про битву за Терру. То есть там хаоситы и лоялисты с другими воюют. А если не поняли, Хорус Хереси сейчас это очень много игр. Да. Это именно FFG-шная такая коробка, тоже длинная. Как раз она как называлась? Хорус Хереси. Хорус Хереси. Что-то там... Ну да, бита за Терру, по-моему. Вот с небольшими пластиками-минничками. И типа там как раз все падают. Это именно настолько, короче. Это не там 30к какой-нибудь. Да. И последний, самый редкий, это Doom's of Elder. Я вообще, я знал, что их три. Вот две я хорошо знал, какие были. А вот Doom's of Elder я искал и вот в итоге вот нашел. Он про то, как какой-то лорд Эльдар. Я не знаю, какие у них там звания. Ты знаешь? Ну так. Ну вот. Кто у этих длинновых играется? Какой-то лорд Эльдар оборонял свой крафт-ворлд от нападений тиранит. Ага. Вот. И там он вроде даже победить не может. У него... Пульти, наверное, какой-нибудь. Самая главная задача это их удержать на какое-то определенное количество ходов. Правда. Вот. И вот он вот не пересдавался, его нет в PNP-шном варианте. Его можно только купить за... Там вот я смотрел на борт Games Geek, он стоит где-то 175 баксов без доставки. То есть новая версия, новая не распакована. Это вот все было у ГВ в начале 90-х годов, когда они пытались как-то и на этот рынок войти. Вот. Теперь... А кроме ГВ? Кроме ГВ? Ну... Ну, есть... Есть вот у тех же локтноловников есть такая вещь, как Николар Уинта. Она... Ну, она не про... Она про альтернативную историю. Там, 68-й год, была ядерная война, и после ядерной войны остатки Рейха вылезли из подземных бункеров. И разразилась война между силами НАТО, в которые входит и Россия, силами остатков, он называет там, четвертого Рейха, и мутантов черной руки. И тоже все на каунтерах. Ну, там он такой лайтовый, там нет больших таблиц боя, но на каунтерах со сценариями, очень все красиво оформлено. Это вот первый Wargame, который у меня был. Есть и про всяких космических десантников, то что Space Infantry есть, но он такой карточный и больше похож на Space Hulk. Вот. Я знаю, некоторые фирмы что-то там производят про далекое-далекое будущее. Мне больше вот известно про не далекое-далекое будущее, а альтернативную историю. Вот. Теперь я подробнее о Lock & Loading. Это очень такая лично для меня любимая серия, облегченный вариант Asale многие называют. То есть, если Asale, он очень громоздкий, там много таблиц, много модификаторов, то здесь это не Lightover Game, это не Borg, но это где-то среднего уровня. Мне он нравится тем, что он охватывает не только Вторую мировую войну, но и есть отдельное правило для конфликтов во второй половине XX века в Вьетнам, операции в Сомали, возможно, там Третья мировая война, битва за Фолкнадо и так далее. И он по сравнению с остальными вот этими вот варгейми он красиво оформлен, то есть там есть красивые каунтеры, красивые танки и так далее. Вот. И плюс у них есть вот эта вот серия, это вот World at War. Тоже моя любимая серия, я вот, наверное, партии 200, может 300 уже в него отыграл. Это тоже про Третью мировую войну между силами ОВД и НАТО. Но эта вот книжка, ну тут всякие доп-сценарии, бэк и так далее. Она рассказывает именно на взводном уровне, то есть один каунтер взвод, пехотов взвод и так далее. Варгейм, ну такой тоже средней сложности, но очень динамичный, очень интересный и главное вот лично для меня красиво оформлено, потому что для меня оформление все-таки имеет свою роль. Как ни странно, да, мы вроде говорим о серьезных этих самых таких варгеймах, но все-таки вот дизайн это важно. Это несомненно важно, потому что все, если вот тоже вспомнить варгейм от SPI, тоже Panzerkroup Guderian выпускала как Avalon Hill, так и SPI. У SPI он был очень страшным, там были эти вот попали они на картоне, там были некрасивые каунтеры, это все вот хрен знает как вырублено, то у Avalon Hill это все-таки было все достаточно хорошо сделано и поэтому он пользовался гораздо больше популярностью. Вот, но вообще сейчас в принципе многие варгеймы, особенно старые, можно найти в PNP варианте. Насколько я знаю, даже тот Panzerkroup Guderian, он есть в PNP варианте где-то, вот если там покопаться на Tessere, на Board Games Geek, где-нибудь может они всплывут. Я вот, меня как-то больше покупные интересуют, поэтому такие вещи мне сказать сложно. Вот, есть вот еще, я упоминал о Panzerkroup Guderian, это вот от Avalon Hill, он тоже вот на уровне заводов, но там несколько, средний уровень несколько посложнее правил. Это вот кого интересует именно вот на этом уровне. Плюс, вообще, тут мне кажется надо сказать, с чего вообще начинать. Все вот эти вещи, вот. Есть несколько вариантов для начала. То есть, естественно, начинать надо не с какого хардкора, не с ASL, хотя некоторые, может, и начинали с ASL, я не знаю. Есть несколько вариантов. Самые, но, естественно, это все вот в вашем соседнем магазине настольных игр, я не думаю, что продают, это все надо заказывать с западных сайтов, надо. Тем более, это не с сайтов именно настольных игр. То есть, если Cool Staffing, который многие заказывают, ориентирует именно настольную аудиторию, то у Wargaming есть отдельные сайты. Они в основном расположены внутри eBay, там есть отдельный магазинчик, который торгует именно Wargaming. Вот. Есть разный вариант. Вот от Lock and Load есть простая игра Tank on Tank. Там буквально достаточно простые правила. Выбираешь коробку, там, союзники против немцев, либо совет против немцев, и играешь там... Вот он позволяет понять простую механику действия танковых войск, вот именно в таких Wargaming. Он ничего не симулирует, он просто вводный. Для Wargaming стратегического, оперативного уровня, есть тоже от Lock and Load Rommelit Gazala. Это тоже... Все... Вот у Lock and Load все красиво, каунтеры не надо обгрызать, они уже все с обгрызанными углами. Только выдавил, расставился, поехали. Цветные правила, да, не у всех цветные правила. Цветные правила, это тот тоже важный, вот. И... Ну, слушай, ГВ перешло на... Недавно совершенно. Ну, у них были вставки с цветными фотографиями. Да-да, хобби-частью. Да. Вот. А здесь, то есть, там тоже расставила войска, небольшие простые таблицы боя, и кого интересует именно оперативный уровень, может начать с этого. Есть такая фирма, как Academic Games. Академия Games, он занимается не только суровыми варгеймами, о которых мы говорим, но и настолочками простыми. И варгейме у него, ну, не так сказать, тоже начального уровня, у него есть серия Conflict of Heroes. Это... Там есть уже несколько коробок на Barbarossa, 41-й год, на Курскую Дугу, готовится переиздание, на Guadal Canal. Ну, и планируется... Вообще, они выпускают свои варгеймы не шибко, часто. Поэтому, когда планируется, у них уже 5-6 лет что-то планируется. В чем преимущество старта именно с Conflict of Heroes? Очень понятное правило. Если вы открываете правила, допустим, того же Локна Лоника, у вас там нет... Вот, когда я читал правила того же Fantasy Battles, там вот буквально вот разжеванно и вставлено в рот. Их вот просто невозможно не понять. Там сначала вот так, это кубы, это шаблоны, потом ход проходит вот так. Спецправила сзади, то здесь открываете правила, и вам пошли, допустим, давать спецправила дополнительного вооружения. А непонятно ни как стрелять, ни как ходить, ни что вообще это дает специальное вооружение. Никто ее может носить, ничего не понять, и уже дает к нему спецправила. А проход уже где-то там на 10-й, на 15-й странице, мы говорим вообще, как происходит игра. То вот в правилах от Conflict of Heroes, там они, как я знаю, составлялись каким-то особым психологом, который специально их составил для ускоренного понимания. Там прочитал, 5 страничек, говорится, отыграйте первый, второй сценарий. Отыграли первый, второй сценарий. Прочитал еще 5 страничек, отыграется такой сценарий. То есть они максимально доступные. Ну плюс, да, у них очень красивое оформление, толстые каунтеры, закругленные углы, карты на картоне. И в чем большой плюс, еще в этой серии у них есть специальный модуль для соло-игр. То есть, если у тебя нет напарника, покупаешь себе этот модуль и поехал играть с искусственным интеллектом на картах. Ну я предлагаю всем игрокам за Ильдар, собственно, как потеряли всех друзей, и сразу варгейм, в соло, там, вперед. И вот эти вот коробки, их можно достать на зарубежных сайтах. Они вот продаются, если некоторые не продаются, как вот Panzer Grenadier, его вот на Cool Staffing практически невозможно достать. То Conflict of Heroes там есть. Следующий вариант, это начать с игры от GMT. У GMT есть серия Combat Commander. Она тоже на тактическом уровне, про Вторую мировую войну, выпускается с 6-го года, она на картах построена. Там нет кубов, там вообще нет кубов, там все на картах. Набираются определенные карты в руку, на них написано действие, которое ты можешь совершить, и бросок кубов. И бросок кубов, тоже так, берешь карту с колоды, и там внизу написано, что тебе выпало. И это вот позволяет избежать, чтобы постоянно кому-то шестерки попадали. Потому что в колоде там все равномерно распределено. Но сам по себе варгейм простой, и я вот знаю людей, которые начинали именно с него на пути к суровому варгейму. Ну и есть, конечно, вариант, как я уже говорил, Борга, но он спорный. Спорный, потому что, во-первых, спорный варгейме это или нет. То есть я, говоря про Борга, я говорю только про серию Ancients и серию Наполеоника. Потому что мимоиры, батллоры, это вот к этому близко не имеет отношения. Потому что варгейм он должен воспроизводить какую-то эпоху, какое-то сражение на каких-то правилах. А вот эти вот не имеют никакого. Но мимоир особенно смешно, когда там пехота уничтожает танки до какого-то расстояния. И вообще не имеет представления о масштабе сражения, что-то там происходит. В одном сражении один пехотинец может определять одного пехотинца, а в другом это целая армия. Вот. Это вот еще один вариант, как вот можно вообще начать играть в суровой варгейме. И тут надо сказать, что для тех, кто не знает, с кем начать, есть соло варгейме. То есть не только вот в варианте, в дополнении к самой основной коробке, но есть отдельные соло варгеймы, где играет один человек. Но я в такие, у меня есть с кем играть, поэтому я в такие игры не играю и представлений о них имею мало. Это вообще путь к резиновой женщине, поэтому наша редакция как бы не советует вам. Не поддерживаем мы такие различные. Вот. Потому что это вот все направлено на то, что вот такие вещи действительно мало кто играет. Вот если вот кто там заинтересовался, раньше у нас в России выпускался электронный журнал Стратогема. Там писали разные авторы про... Там были не только вот про варгейм, там чуть-чуть и настолочек было таких, типа Твайланд Империум, что-то там, что-то подобное. Вот. Но типа считался первый журнал о варгеймах. Именно вот о таких, не о солдатиках. И там можно найти статьи, там можно найти обзоры, потому что в принципе вот на... Если кто-то вот ищет именно обзоров конкретно, потому что я тут как о Дассе не могу сказать все, что о них связано. Тут приходится достаточно кратко обо всех рассказывать. То тот может посмотреть на этот журнал. Там есть и про Conflict of Heroes. Там есть и... Может на сайте есть и про Award of War, и про Path of Glory. Там, я помню, были статьи про S.L. и так далее. То есть иметь представление о том, конкретно о какой-то игре можно там. Также на... Есть сайт на Столкомане. Там тоже... Там даже я публикую обзоры на разные варгеймы. Там, например, на Локн-Лодник есть статьи, на Вард тоже есть статьи. То есть кто интересуется, может отправить сюда и набить тег варгеймы. Вот. Вроде там Вархаммер не должен выскочить. Вот. В принципе, но тут надо понимать, что если входишь вот в эту среду, в среду суровых варгеймеров, то здесь, несмотря на то, что здесь не надо красить миннички, здесь не надо что-то там собирать и просто вот покупаешь коробку на определенную сумму, вкладываешься, и уже как-то игра есть. То есть это не стартер темная месть, где там он достаточно ограниченный, он достаточно такой, ну, приличный, где есть несколько сценариев, где не два часа поиграл, свой выкидывал. Несмотря на это, здесь есть большие подводные камеры в другом. Во-первых, все правила в основном на английском. Переводов мало. Есть там переводы некоторых игр, но у многих они неоконченные, неправильные и так далее. Постоянно выпускаются в новой редакции, никто это переводить не будет. Надо знать английский достаточно, вот, хотя бы в форме, чтобы иметь представление о том, что там написано в правилах. Потому что правила надо знать ясно и четко всегда. Потому что мало кто их объяснит, тупо, здесь нет большого комьюнити. Да, нельзя прийти в клуб, там, типа, о-о-о, что играют? Вот, тут надо обо всем иметь представление самому. Во-вторых, здесь достаточно жестко надо иметь представление о историческом периоде, который интересует. Нельзя там взять игру и начать в него играть, не имея представления о том, что это за танк, что это за пушка. Потому что здесь все, надо понимать, как действует и так далее. Да и бессмысленно как-то, типа, это же самый сок, потому что это, как бы, моделирует в то время, да? И если тебе, ты не понимаешь, что там, то в чем кайф? Просто есть такие настольщики, которые в пути к более хардкорному хардкорному, а самые хардкорные, это, естественно, варгейме, они приходят в варгейме. Но они не имеют представления ни о том периоде, ни о чем, и просто механически играют. Здесь нету того самого смака именно в моделировании сражений. То есть я вот, например, когда стал играть в ту же вот Наполеоника от Борга, вот, казалось бы, самая такая простая игра. Я прочитал Торле, прочитал «Войны Наполеона», купил там красивую книжку, чтобы иметь представление о тех сражениях, которые происходят, иметь представление о тех войсках. То есть здесь нужно именно много читать не только правил, но и другой литературы, посвященной данной эпохе. Без этого нет того кайфа, нет того смака. Вот, потом, естественно, правила надо знать достаточно хорошо, так как они гораздо сложнее, здесь гораздо больше исключений. Конечно, здесь нет кучи кодексов, здесь вроде правила-то одни, но они во многих местах могут быть плохо написаны, потому что пишут сурово бородатые мужики для сурово бородатых мужиков. И они не делают скидки особо никому. Вот это вот, ну и, конечно, тут невозможно прийти и сказать, а какой варгейм вы мне посоветуете в группу «Волсэмпор»? Там ничего не посоветуют. Вот, есть свои коллективы, можно найти там группу по стратагейме, я, насколько я знаю, Ленинградская какая-то группа есть по варгейму, там можно задать вопросы, но, естественно, не вот такие, а конкретные. То есть мне просто часто приходит личико, мне однажды пришел вопрос, я был обескуражен, «А как играть вот в такую-то игру?» Вот как? Я сказал, читай правила, но он, по-моему, обиделся и забанил меня за это. Есть такое дело. Вот. Это вот невозможно объяснить на пальцах, это надо самому в это погружаться. В Москве, насколько я знаю, есть места, есть там клубы про варгейм, если такой кому-то известно, там, это даже клуб-магазин, то есть там можно что-то купить. Но, опять же, туда все приходят, зная правила, зная, на что они идут и так далее. Там даже турнир проводят. Ну, турниры по таким вещам не проводят каждую неделю, а раз в год. Раз в год там где-то они осенью что-то проводят. Вот. Просто и вот этот вот порог похождения, он, естественно, многих отталкивает, поэтому таких вот, кто вот играет в России, ну, человек 300, я думаю, 400 наберется. Вот. У нас в Казани все вот, кто играет вот такие, в основном играют у меня. И потому что больше мест нет. Ну, мы однажды пришли с нашими суровыми штучками в местный клуб. Вахалюбов. Там, естественно, никто, мало кто это понял. Им все интереснее минчики по линейке бегать. Тут еще и кнопку нажимать надо. Отстой. Поэтому я не думаю, что это много кого заинтересует. Но кто увлекается историей, кто увлекается определенным периодом, для большего понимания этого периода, для большего погружения в этот период, такие вещи подходят достаточно хорошо. Ну да, я думаю, в любом случае, если вы даже никогда не будете этим увлекаться, а большая часть из вас не будет, вы хотя бы не будете впадать в кокотонию при звуках типа там Wargame на этих самых... Каунтерах. На каунтерах, да, теперь вы хотя бы имеете об этом представление. Вот. Как тебе еще добавить? Есть что у нас это самое? Насколько вы загрузили? Это нормально, на часик загрузили. Ну, добавить? Да, тут про покупки, я думаю, надо сказать, где это все можно делать, купить. Да, вот. В основном это все покупается на непосредственно сайтах производителей. На сайте Locked No Load Publishing там есть свой магазинчик. которые они раньше поставляли другим дистрибьюторам, но сейчас вроде не поставляют. Ну, все это доставляют, говоря вам по почте. А Valanche Press тоже у них на своем сайте. Ну, цены вот... Такая коробка, к примеру, 65 долларов стоит. Плюс доставка, ну, такой коробке обойдет в доллар 30-40, уже где-то там. Ну, плюс к этой коробке можно купить красивый поляк, красивую книжку. Ну, то есть, полная такая коробка обойдется за доставку, ну, я думаю, в 150 баксов. Это будет. То есть... Ну, нормально. С ценами EGV-шными, как вообще там. Это на сколько... На год, наверное, тя из жизни пропал все. 150 долларов от долларов. Ну, это 12 сценариев. Вот. Вот. Плюс дополнительный сценарий, можно там всяких книжках посмотреть. Тоже у Lock and Load есть журнал Line of Fire, он ежегодный. Ну, можно сказать, ежегодный, с разным периодичностью выходит. Где есть дополнительный сценарий, где есть историческая справка, где есть какие-то дополнения для игр. Вот, например, в последнем 15 сценарии вышел отдельный модуль для Lock and Load, посвященный войне в Афганистане. Плюс можно это взять на такие игры от GMT, можно взять на Cool Staffing. Там, насколько я знаю, они поступают в наличии. Плюс у них есть система скидок, и они дешевле, чем на основном сайте. Их можно взять. Вот. Ну, для самых таких, конечно, их можно распечатать. Распечатать поля, распечатать правила, распечатать каунтеры, но это вообще не тот вариант. То есть вообще самостоятельно это все печатается, делается, особенно для старых игр, но это уж все должно быть сделано красиво. И заказывать тоже, есть определенные фирмы для печати таких вещей. У них обычно заказывают те Wargamer, которые уже там выпускают в середине 70-х, которые сейчас нигде не достать. Вот у них обычно заказывают. Вот. вот мне не было ни одной посадки, которая не дошла. Вот была одна, которая сгорела, но то ее предоставили. То есть у меня все доходило, и вот в последнее время, если в году 12-11 мне доходило в среднем за месяц иногда больше, сейчас примерно США 2-2,5 недели мне идет. Круто. Те, кто с нами до самого конца досидели, уважение. Надеюсь, как минимум полезная для вас информация была, увеличила горизонт перед вами, что вообще происходит в мире Wargamer. И я надеюсь, это не последняя наша встреча с Бессмертищем, возможно, еще что-то нам подробнее будет рассказывать, какие-нибудь Wargamer может быть поснимаем, если опять у нас будет в гостях. Спасибо тебе огромное, приезжай к нам еще, и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok